всем привет меня зовут карина и сегодня у нас упражнение 2144 я уже открыла наше задание давайте сразу приступим и первое что нужно сделать это проверить конфигурацию lan для этого ну vlan для этого нам нужно скопировать нашу команду showvlan brief и проделать ее сначала на s1 а потом на остальных устройствах это s2 и s3 давайте посмотрим давайте по порядку откроем s2 командная строка enable paste мы видим что у нас здесь настроен vlan 99 management и vlan 999 откроем s1 enable conft нам не нужно conft нам нужно просто привилегированный режим нажимаем кнопочку paste здесь у нас также 99 и 999 и на s3 командная строка enable paste и мы видим что на всех наших устройствах у нас настроены vlan 99 и 999 давайте дальше магистральные магистрали на каждом из устройств на коммутаторе s1 s2 на g0 1 нужно перевести магистральный канал в режим динамик динамик destry rate это очень просто сначала переходим в режим конфигурации нужном и интерфейса konft переходим в интерфейс д01 и указываем вот такую вот команду которая переводы переводит магистральный канал в режим динамик дистирайд. Готово. Change to up. Все ок. То же самое на S2. Мы это проделали на S2. Правильно, теперь на S1. То есть на этих двух устройствах. Конфт. Инт. G0.1. И вводим нашу команду. SwitchPort.Mod.Dynamic.Distrite. Дальше что у нас нужно сделать? Для канала между коммутаторами S1 и S3 нужно установить статистический магистральный канал. Но для этого давайте сначала на S1 раз мы здесь. Интерфейс G0.2. SwitchPort.Mod.Tranc. Такая простенькая команда. Активировали. То есть мы настроили магистральный канал. Это нужно сделать на S1 и на S3. Конфт. Инт. G0. Теперь у нас 2. Настраиваем магистральный канал. SwitchPort.Mod.Tranc. У меня эта команда была скопирована, но я ее почему-то написала. Ну, дальше. Нам нужно убедиться, что режим Trunking включен на всех устройствах. То есть команда ShowInterface Trunk. Если у нас он не включен, то у нас просто не будет вывода этой команды в консоль. Давайте напишем do, чтобы запустить эту команду с другого режима. И смотрим. Статус Trunking. Значит все окей. Давайте посмотрим здесь. Exit. Do. ShowInterface Trunk. Только не нужно в конце точку вставить. Видим, что у нас тоже 2 порта. Trunking. И последний. Exit. Давайте тоже через do, чтобы не выходить в привилегированный режим. И без точки. Вот мы видим, что у нас тоже G01 в статусе Trunking. Значит у нас все окей. Вот вы можете видеть здесь вывод устройства S1. И он совпадает с нашим. Давайте смотрим дальше. Нам нужно настроить VLAN 999 как VLAN с метигированным трафиком. Для S1. Это команда VLAN 999 тоже простенькая. SeachPort Trunk. Native VLAN 999. То есть. Также просто копируем. Это на S1. Paste. Переходим в режим конфигурации интерфейса VCH01 и VCH02. И команда. SwitchPort Mode. Trunk. Native. И номер VLAN. У нас здесь есть вывод, который говорит, что у нас все окей и все настроилось. То же самое нужно проделать для S2 и S3. Открываем S2. int range G01 до 2, чтобы не копировать эту команду еще раз. Paste. И у нас остается S1, правильно? А, у нас остается S3. Его мы еще не настроили. Exit int range G01 до 2. Paste. Готово. Давайте посмотрим дальше. При желании вы можете убедиться, что режим Trunking был успешно настроен с помощью команды show. Думаю, вы ее знаете. Show interfaces trunk. Или же show running config. Думаю, здесь понятно. Далее в части 2 нужно настроить и проверить VTP. S1 будет как сервер, S2 как клиент. И все коммутаторы будут использовать домен CCNA и пароль CISCO. Давайте приступим. Сначала настроим наш S1 в качестве сервера. Для этого сначала настраиваем его как сервер. VTP-мод сервер. Exit. VTP-мод сервер. Далее VTP-домейн-нейм. И указываем имя нашего сервера, который у нас CCNA. Капсом. И пароль. VTP-пассворд CISCO. Готово. Теперь нам нужно проверить наш VTP. Правильно ли он настроен. Мы знаем, что он правильно, но вдруг что-то не так. Только эту команду нужно также прописывать через do, либо выйти в привилегированный режим. Видим, что у нас доменейн-нейм CCNA. Operation-мод это сервер. И чтобы посмотреть пароль, у нас есть другая команда showVTP-пассворд. Только опять же нужно прописывать через do. Мы видим, что наш пароль тоже правильный. Это CISCO. Нужно добавить S2 и S3, но в качестве уже клиентов. Давайте откроем S2. S2 у нас клиент VTP-мод-клиент. Да, теперь VTP-домейн-нейм и пассворд. Хоть ставить по паролю для администратора и для клиентов одинаковыми, это не очень правильно и небезопасно, но у нас просто задание, так что мы выполняем точно как здесь. Также вы можете проверить эти настройки. Давайте настроим еще S3. У нас он не Client, как я сказала, а Transparent. Давайте это настроим. Exit VTP-мод Transparent. Проделаем точно так же, как у нас указано в задании. Готово. Вы можете также проверить все конфигурации на этих устройствах с помощью VTP-статус. И последнее, что нам нужно сделать, это создать сети VLAN для S1 по вот этой вот табличке. Это очень просто. То есть мы прописываем VLAN 10, name у нас red. Потом VLAN 21, name blue. Давайте это проделаем. Это у нас S1. Но в этой табличке у нас есть небольшая ошибка, так как здесь у нас указан номер 21. Но при дальнейшей настройке вы можете видеть, что у нас VLAN под названием blue на самом деле 20. И здесь у нас даже в настройках VLAN 20. То есть нужно прописывать здесь не 21, а 20. Давайте это проделаем. Например, VLAN 10, name red. VLAN 20, name blue. VLAN 30, name yellow. Готово. Мы настроили наши VLAN. При желании вы можете ввести команду showvlan-brief, чтобы посмотреть на настройки. И также showvtp-status, чтобы убедиться, что у нас все настроено окей. Давайте посмотрим дальше. У нас сейчас S3 переведен в прозрачный режим VTP. Вам нужно будет ввести вот эту команду и ответить на вот эти вопросы в PDF-файлике. Также прочитать вот эту информацию, которая вам тоже будет полезной. Последнее назначение VLAN порта. Это все очень быстро и просто. Нам нужно назначить это на S2 и на S3. Открываем S3, например. Интерфейс range у нас будет 0.1 до 0.8. То есть они первые два совпадают. 0.1 до 0.8. Switchport mode access. Switchport access VLAN 10. Ctrl-C, Ctrl-V. Готово. Далее у нас интерфейс range 0.9.16. Копируем. Интерфейс doesn't exist. Ага. Мы не прописали на S3 те же самые команды, что и для S2 с VLAN. Сейчас быстренько исправим. Первое у нас будет VLAN 10. Name у нас имя Red. То есть мы проделаем те же настройки, что и мы делали на S2. Далее VLAN 20. Name Blue. Только с большой буквы, потому что нам не засчитают. VLAN 30. Name Yellow. Все, теперь можем вернуться к настройкам наших интерфейсов. Интерфейс range 0.9.16 давайте настроим. У нас Switchport mode access. Switchport access VLAN 20. VLAN 20. Теперь настраиваем первый по вот этому. Интерфейс range F0.1 до 8. Switchport mode access. Switchport access VLAN 10. Все, никаких ошибок не выдает. И последний это Switchport для F0.17 до 24. 17.24. Также у нас Switchport mode access. Switchport access VLAN 30. Готово. Мы настроили S3. Давайте теперь настроим наш S2. Командная строка. Интерфейс. Чинер 1. Мы настроили эти VLAN для S1. Хотя их нужно было для вот так. Также прописываем VLAN 10. Name Red. Red. Thanks. Что не так? У нас S2 должен быть S2. Теперь статус у нас Client. Client mode. Паспорт Cisco. У нас по идее все окей. Но почему у нас она тогда? Нам не нужно настраивать здесь VLAN. Нам нужно просто настроить интерфейс. Ctrl-C. Paste. Switchport mode access. Ctrl-C. Paste. Switchport access VLAN 10. Ctrl-C. Paste. Мы настроили наши интерфейсы для сервера. А в клиенте мы просто настраиваем наши аксессы и switchport. Вот так. То есть все, что я сейчас делаю. Я просто копирую необходимые нам команды. И настраиваю наше устройство. Все. Наконец-то мы настроили все наши устройства. Нажмем кнопочку Fast Forward. Вот. Наши все индикаторы с зеленым. Это значит, что мы полностью выполнили наше задание. И думаю, что на этом все. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.